здравствуйте уважаемые зрители нашего канала а вы знали что перловая крупа весьма богата аминокислотами к примеру в ней большое содержание лизина который принимает участие в выработке коллагена способствующего замедлению появления морщин и помогающего сохранить нашу кожу гладкой и упругой перловка также богата микроэлементами и витаминами в крупе содержится много калия железа и кальция присутствуют и такие элементы как медь цинк марганец молибден кобальт стронций йод хром бром а также и фосфор набору витаминов может позавидовать любая другая крупа также как и крупа овсяная перловка довольно богата витаминами группы b а д е п п по количеству клетчатки перловка намного превосходит всеми уважаемую пшеницу белок который содержится в перловой крупе по пищевой ценности превосходит белок пшеничного зерна лизин который содержится в перловке участвует в выработке коллагена который придает коже гладкость и упругость предотвращает появление морщин благодаря наличию витаминов группы b перловка укрепит нервную систему обеспечит чистую кожу и красивые волосы при помощи витамина d перловка укрепит кости и зубы перловка мощный антиоксидант в ней содержится в три раза больше селена чем в рисе перловки также содержится и природные антибактериальные вещества из воды которая осталась после замачивания ячменя было выделено вещество антибиотического действия гордицин который применяется для лечения кожи пораженной грибком отвар перловой крупы обладает лечебными свойствами и является превосходным смягчающим спазмолитическим обволакивающим мочегонным и противовоспалительным средством с помощью ячменя в старину лечили заболевания молочных желез запоры ожирение кашель и простуды из перловой крупы также как и из овсяных круп можно готовить слизистые протертые супы для механические и химически щадящих диет отвар ячменя из перловой крупы полезен при болезнях печени повышает лактацию у кормящих матерей оказывает смягчающие обволакивающие успокаивающие кровоочистительное мочегонное отхаркивающие общеукрепляющее действие нежелательно злоупотреблять перловкой беременным женщинам из-за содержания в ней глютена который может навредить будущему малышу также перловая каша вызывает повышенное газообразование поэтому злоупотреблять ее не стоит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и заборах у мужчин чрезмерное употребление перловки может вызвать снижение любви кроме того у некоторых людей аминокислоты входящие в состав перловки могут вызвать аллергические реакции врачи рекомендуют употреблять блюда из перловки горячим так как когда они остывают в них исчезает большинство полезных свойств видео носит ознакомительный характер и не является руководством для лечения заболеваний перед применением проконсультируйтесь со специалистом